Приехав на берег Камы, Евгению Королёву пришлось не только с нуля строить город, но и собирать коллектив и заводить новых друзей. Альфея Кислова проработала с ним много лет. Был момент, когда из кабинетов управления её перевели на стройку. Но и там их пути пересекались. Он же приезжал на объекты, и что самое интересное, он здоровался, подходил, здоровался, если оказывалось, что соприкасались по работе. Евгения Королёва за большой авторитет, гигантский багаж знаний, упорство и настойчивость. Называли глыбой. Он мог легко найти понимание, как у руководства страны, так и у простых рабочих. Везде его считали своим. Он был настоящим Бабаем, настоящим родным человеком. Поэтому же его не из-за того, что он носил сны, а за то, что он относился к людям, именно как к своему родному человеку. Поэтому его и прозвали Бабаем. На митинге отметили, что Нижнекамск строили вот такие же студенты, которые сейчас стоят с цветами у его бюста. Учащиеся колледжа узнают о заслугах Королёва не только в день его рождения и постоянно ставят его в пример. Мне очень приятно учиться в таком колледже, который носит имени Королёва. От имени всех студентов мне приятно учиться в таком колледже. И нам постоянно учиться и рассказывают о Королёве, о всяких заслугах его, то, что он очень хороший человек. Я сама знаю о Королёве очень много. Закончился митинг возложением цветов к монументу легендарного строителя Нижнекамска.